Эфир канала UATV продолжает итоговый выпуск субботы. В студии для вас работает Станислав Листопад. И в начале коротко о главном. Смертельная ДТП с маршруткой под Запорожьем. Суд избрал меру пресечения водителю КАМАЗа. В реанимации остается трое пострадавших. Сейчас здесь проживают около 7 тысяч человек. 10 лет назад они потеряли все из-за военного конфликта в Южной Осетии. Беженцы в собственной стране. Как живут переселенцы в Грузии и с какими трудностями сталкиваются. Продолжение спецрепортажа Юлии Башко. Рев двигателей и сложные фигуры в небе. Более сотни пилотов со всего мира съехались на 12-й авиаслет имени Королева. 200 пар близнецов и двойняшек на одной локации. В Киеве установили рекорд к Международному дню близнецов. Два месяца под стражей без права внесения залога. Районный суд Запорожья избрал меру пресечения водителю КАМАЗа, который накануне столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП погибли 6 человек, 5 из которых дети. По словам адвокатов подсудимого, в момент ДТП он находился в трезвом состоянии. Тем временем в реанимации остаются трое пассажиров. Двое в отделении интенсивной терапии. Четверых медики уже отпустили домой. Смертельная авария произошла накануне на трассе в Запорожской области, неподалеку от села Каменское. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. В салоне находилось 20 пассажиров. 8 человек травмированы в результате аварии на шоссе Ихвитар-Тувалга. В Эстонии столкнулись легковой автомобиль и автобус. Двое госпитализированы. По данным полиции, авария произошла из-за невнимательности 81-летней водителя машины. Женщина выехала на трассу со второстепенной дороги, подрезав автобус, вследствие чего он упал в кювет. В салоне было 38 человек. Один украинский военнослужащий ранен в результате провокации боевиков на Донбассе. Окупанты 17 раз открывали огонь по позициям объединенных сил. С начала суток, сообщает в предцентре штаба, неспокойнее всего на Донецком направлении, а возле Павла Полейгнутова. Там боевики применили противотанковые ракетные комплексы. Также террористы открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Луцке провели в последний путь двух украинских военных, погибших на Донбассе. Несколько сотен человек встречали траурный кортеж с телами бойца 14-й бригады Андрея Элистратова и парамедика 28-й бригады Сергея Цепуха. Обоим было всего по 26 лет. Сергей Цепух умер от пули снайпера под Маринкой. Похоронят героя в родном селе Выдарта, Волынской области. Хотел на передовую и попал. Просто на месте, на позиции снял снайпер. Снайперы работают по всему периметру. Когда я была последний раз в ротации, у нас было очень много снайперских ранений. К сожалению, были и двухсотые. Боец Андрей Елистратов погиб вблизи Золотова. В его машину попала противотанковая ракета. Когда герои покоятся на аллее почетных захоронений городского кладбища. Маленьким и худеньким он пришел в пятый класс, но очень быстро повзрослел. Очень тяжело хоронить родных и близких, но еще труднее хоронить своих детей, своих талантливых учеников. Он так мало прожил, не успел полюбить, создать семью, родить детей. Беженцы в собственной стране. После конфликта в Абхазии и Южной Осетии почти 300 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Сейчас большая половина из них до сих пор не имеет своего жилья. Однако это далеко не единственная проблема. С какими еще трудностями сталкиваются переселенцы? В спецрепортаже Юлия Башко из Грузии. Михаил Табатадзе работает в департаменте по вопросам переселенцев, временной администрации, так называемой Южной Осетии. Сам он тоже беженец. Это все было снято до войны. Амне, весело, где жил Михаил со своей семьей и соседние нули полностью уничтожили. Дома начали бомбить 2 августа. Сразу видно было, что это не осетинских рук нельзя было так, потому что летали самодельцы, бомбили горы, бомбили Тбилиси. За 10 лет Михаил ни разу не был дома. На ту территорию его не пускают, несмотря на то, что там похоронены его близкие и дочь. За могилой помогают ухаживать соседи, осетины. Михаил говорит, между ними никогда не было войн. До сих пор нас не пускают хотя бы на день, чтобы зайти там, помолиться хотя бы один день. Эти границы, временные границы, так называемые. Если бы не контролировали, немного было, понадобилось, чтобы сблизились народы снова. Потому что это искусственное какое-то... Михаил живет с семьей в бывшем детском садике. Это его временное жилье. Вот мы здесь живем где-то уже 10 лет почти. Это бывший детский сад. Но государство пока выделило для нас, чтобы пока они не могут всех обеспечить. Живем 17 семей. За пять дней войны в Цхинвальском регионе российские войска уничтожили более 6 тысяч домов. Без жилья остались 25 тысяч человек. Среди них грузины, осетины, армяне. Грузинские власти построили для переселенцев более 30 поселений. Самое крупное – Цероване в 40 километрах от Белиси. Сейчас здесь проживают около 7 тысяч человек. 10 лет назад они потеряли все из-за военного конфликта в Южной Осетии. Государство построило вот эти дома для них всего за два месяца. В Цероване есть администрация, школы для тысячи детей и детский сад на 500 мест. На строительство домов для переселенцев Евросоюз выделил 4 миллиарда евро и еще один миллиард США. Несмотря на то, что прошло 10 лет, люди с удовольствием бы вернулись назад. Ждут, что Евросоюз и западные страны окажут более сильное давление на Россию. И она выведет войска. Если проблему с жильем удалось частично решить, то с трудоустройством сложнее. Из-за высокого уровня безработицы в Грузии переселенцы не могут найти работу. 45 лари – почти 20 долларов госпомощью в месяц. Этого не хватает даже на коммуналку. Она в три с половиной раза выше. Наноч Кариули уже 10 лет руководит проектом «За лучшее будущее». Он включает в себя много направлений. Один из последних стартапов помог трудоустроить 10 человек. «Они делают вот такие грузинские традиционные украшения. Туристы их очень любят. Мы продаем их через сувенирные магазины или через Фейсбук. У нас есть также контракт с Министерством иностранных дел. Мы изготавливаем сувениры для делегаций». По словам Наноч Кариули, даже через 10 лет люди верят, что вернутся. «В Ахалгорском регионе грузины и осетины жили мирно. Но в 2008 году, когда уже пришла российская армия, мои соседи осетины пришли ко мне и сказали, они подходят, бежим в лес. И мы вместе, осетины и грузины, бежали в лес. Позже они поняли, что в безопасности и вернулись. Грузинам было невозможно там оставаться». Впервые за 10 лет, накануне памятной даты, правительство Грузии инициировало регистрацию жилья, которая осталась на оккупированной территории. «Мы собираемся планомерно в мирных инициативах своих реально возвратить эти территории в подконституционное пространство Грузии. Поэтому документация для любого жителя, который это образовывал, необходима. Это для архива, это для соответствующих министерств, которые будут и обладать такой информацией, что в будущем человек взял свои компенсации. Или через Страсбургский суд будут они обращаться. Какие-то их вопросы». В своем временном жилье Михаил Табатадзе показывает эту виноградную лозу, все, что осталось от дома. Ее передали осетинские друзья из родного села. «Вот где-то 34 метра в этом году вирус. Я смотрю и радуюсь. А когда поеду обратно, я никуда не возьму, оставлю, пускай будет на память». Из Грузии Юлия Башко, Евгений Савицкий, ЮЭТВ. Протесты в Румынии продолжаются второй день. Сегодня участники митинга собрались напротив здания правительства. Накануне здесь в ходе столкновений с полицией пострадали 455 человек, в том числе 24 силовика. В больницы попали 65 участников протеста. На антиправительственную акцию, по данным организаторов, вышли порядка 200 тысяч человек. Правоохранители начитали только 60 тысяч. Большинство участников акции – румынские мигранты, которые покинули страну в поисках лучшей жизни. Они требуют отставки правительства, проведения досрочных выборов в парламент, критикуют рост уровня коррупции в стране, низкие зарплаты и попытки власти контролировать судебную систему. В общей сложности демонстранты выдвинули свыше 20 требований. «Я думаю, что все проблемы исходят от законодательной и правовой системы. Если очистить законодательную систему, будет порядок и в других. И многие люди из-за рубежа могли бы вернуться на родину». В суде по отделу Пола Манафорта новый свидетель. Это сотрудник Федерального сберегательного банка. Он рассказал, что директор финучреждения предоставил Манафорту кредит на 16 миллионов долларов в обмен на должность в правительстве Трампа. Об этом сообщает The Washington Post. В деле также фигурируют и украинские политики, платившие за консультации. Подробнее в сюжете Вадима Гринько. В суде американского штата Вирджиния две минувшие недели рассматривали дело американского политтехнолога Пола Манафорта. 15 июня его взяли под стражу по обвинению в финансовых махинациях. За 2010 и 2014 годы, сотрудничая с украинскими политиками, Манафорт задекларировал 14 миллионов долларов доходов. Однако, согласно документам обвинения, заработал он в четыре раза больше – 60 миллионов. На допросе судебного бухгалтера ФБР мы услышали о том, что он прослеживал банковские переводы Манафорту с украинских счетов. Транзакции были связаны с украинскими бизнесменами. Манафорт пользовался этими счетами в США, но находились они на Кипре. Бухгалтер сообщил, эти переводы были его заработком, то есть доходом. Соответственно, Манафорт должен был сообщить об этом и заплатить налоги. Суммы, которые называют в суде, значительно преуменьшены. Тарас Черновил работал с Полом Манафортом, когда возглавлял избирательный штаб Януковича в 2004-м. Думаю, что эти цифры абсолютно реалистичны, только сильно занижены. Там записано то, что Манафорт получал, по сути, из благословения Януковича, то есть из кассы. Я думаю, что на самом деле ту сумму, которую ему приписывают 60 миллионов долларов, можно умножить на два или на три. Это будет более реалистично. Манафорт любил впечатлять, говорит Черновил. Очень броско, очень заформализировано и очень дорого. Притом, главный упор на зрительные эффекты. Я это назвал, главное, чтобы костюмчик хорошо сидел. Давать показания в американский суд Черновила не вызывали. В списке свидетелей 30 фамилий. Ключевая фигура – бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, который согласился сотрудничать со следствием. Гейтс был своего рода звездным свидетелем от правительства. Все ожидали его показаний. Он пришел сюда после того, как налоговые службы доказали. Гейтс пытался скрыть полученные кредиты. По словам Рика Гейтса, полученные в Украине деньги оформлялись как займ. И это позволило уйти от налогообложения. В суде Манафорт своей вины не признает. Если политехнолога признают виновным, ему грозит до 305 лет тюрьмы. 17 сентября в Вашингтоне должен начаться еще один процесс. На этот раз касающийся российского вмешательства в американские выборы. Вадим Гринько, Александр Кулибаба, UATV. Рев двигателей и сложные фигуры в небе. В Житомире проходит 12-й авиаслет, посвященный памяти авиаконструктора Сергея Королева. На родину известного ученого съехалось более сотни пилотов со всего мира. Кроме захватывающего воздушного шоу, для гостей подготовили выставку авиатехники и даже разрешили посидеть за штурвалом самолета. Сегодня многонациональная компания пилотов-любителей. Летят уже, знаете, как журавли на юг, так они уже все знают, что надо пролететь в Украину, в Житомир, и отметиться. Сказать галочку «мы были, мы знаем». Какой самолет тебе нравится больше всего? Мне нравится тот, где можно залезть на крыло, и еще тот. Все самолеты мне нравятся. Отложили все дела и решили сюда приехать ради детей. И самим интересно. Залезть в кабину – это мечта любого мальчика с детства. Изучить историю города с помощью смартфона в Ивано-Франковске устроили познавательный квест «Город-звезда». С помощью гаджетов участники считывали QR-коды на исторических зданиях, узнавали их историю и разгадывали краеведческие загадки. Квест создавали совместно с историками. В маршрут включили как общеизвестные достопримечательности, так и менее популярные исторические здания. Полный вариант маршрута содержит 38 локаций, обозначенных QR-кодами. Теперь каждый желающий может выбрать точки, самостоятельно сформировать трассу для квеста и пройти его в любое время. Тип-пункты, которые имеют историческую ценность. Они интересны, но почему-то никогда мы на них не обращали внимания. Например, тот же стадион Рух или древняя тюрьма Деброва. Современный дом нацполиции и службы безопасности Украины. История – это не точная наука. Математика или физика? Никто не знает, как было на самом деле. Поэтому надо принимать различные варианты и изучать их. В центре Киева несколько десятков людей собрались, чтобы посидеть на табуретах. Флэшмоб был посвящен незавершенному фильму погибшего режиссера Леонида Кантера о путешествиях с табуретом вокруг света. На месте события была наш корреспондент Любовь Задорожная. Она расскажет. Сначала люди сидят на табуретах, позже пускаются в пляс на условных берегах океанов. Таким флэшмобом чтят память украинского путешественника и режиссера Леонида Кантера. В 2005 году он с табуретом отправился к четырем океанам. Мы хотим привлечь людей еще на этапе создания фильма. Его еще не существует, но каждый, кто нам помогает чем-то в создании этого фильма, уже является соавтором и членом нашей команды. И эта акция важна для того, чтобы познакомить и объединиться, представить команду. Сегодня все пришли со своими табуретками. У кого ее нет, мы их выдадим. Поэтому у каждого будет возможность посидеть на табуретке и познакомиться друг с другом, с командой. О своих путешествиях с табуретом Леонид собирался снять документальный фильм, но не успел. В июне этого года он ушел из жизни. Закончить ленту взялись друзья режиссера. И, надеются, флэшмоб поможет в сборе средств через интернет. Это уже третий фильм, таким образом мы уже делаем. Были уже «Добровольцы божьей читы», фильм «Миф». И это все придумал Леонид Кантер. И доказали, что возможно альтернативными методами пробиться на экраны к зрителю. И как предыдущую картину мы повезли по всему миру, так и этот фильм уже ждут в Украине. Я решила прийти поддержать этот ивент вот таким образом, с табуреточкой. Вот, посмотрите, поддержать хорошее настроение. И я надеюсь, что этот флэшмоб будет продолжаться. И этот творческий проект тоже будет. Документальный фильм под названием «Человек с табуретом» собираются представить зрителям уже в конце этой осени. Любовь Задорожная, Сергей Ильинский, UATV. И сразу четыре рекорда Украины установили в Киеве. На главной барахолке столицы «Кураж-базар» собралось самое большое количество близняшек и двойняшек. Еще один рекорд – 10 тройняшек в одном месте. А также самые маленькие и самые крупные близнецы. С ними пообщалась Ксения Кадушкина. Кристина, Алина и Влад – первенцы в семье Кузнецовых. Во время беременности родители не знали, что ждут тройню. Один, потом два, потом три, четвертого искали. Долго. Алина и Кристина – близняшки, а Влад – их тройняшка. Связь между сестрами сильнее, чем с братом, говорит Ирина. Случай в садике, который нас поразил даже воспитателей, когда одна в раздевалке ударилась коленкой, а другая в спальне, по-моему, закричала. У меня болит коленка. Тройняшки осознают – их родителям пришлось нелегко, особенно в младенчестве. Все заболели, все хотят в туалет, все орут. Сначала один, потом второго забили, начали, еще двое орут. Один спит, другие разбудили. У всех присутствующих близнецов и двойняшек свое сообщество в Фейсбуке. Побить новый рекорд Украины – возможность в очередной раз встретиться и пообщаться друг с другом. Я обратила внимание на коляску, которую я называла «танк», потому что она весила больше, чем я, когда с детками была. И подошла к девушке и говорю, мужайтесь, вам еще скоро поменяете на легкую тросточку, вам будет легче. И обратила внимание, что мальчишки ее очень похожи. Примерно такая же схожесть, вот не близнецы, а двойняшки, как и мои. А потом мы разговаривали, и казалось, что у нас дети тезки. Я увидела надписи на футболках и была крайне удивлена, что такие же имена, как у нас. Дело в том, что имена достаточно редкие для Украины, и поэтому, ну, это удивительная марки «Герман». Перед общим рекордом побили два личных – самая большая и самая маленькая пара близнецов. Учитывается обоюдный вес при рождении. Самые легкие при рождении близнецов в Украине – Богдан и Марк Безрученко. Общий вес при рождении – 1,940 кг. После установили еще один украинский рекорд – 10 тройняшек в одном месте и последний – 204 пары близнецов и двойняшек на одной территории. 200 пар – абсолютное достижение Украины. Следующая цель – побить рекорд Филиппин в 2000 близнецов и двойняшек в одном месте. Ксения Кадушкина, Руслан Белозеров, Юэй ТВ. Такой была суббота в Украине и мире. Вся информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и будьте в курсе происходящего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова